Татьяна Григорьева, областное телевидение. Александр Сергеевич, скажите, а при чем тут Арнелла Мути? Какое отношение она имеет к детскому кино, к фестивалю? Ну, молодое поколение не смотрело фильмы семейные. Действительно, знаете, мы какое-то время назад, конечно, воспитывались на фильмах семейных, в которых играла Арнелла Мути. И мы не знали, когда она приедет, а как она себя поведет, а что она скажет. И знаете, она великолепно говорила в поддержку семейных ценностей, рассказывала о своих трех детях, была категорически против суррогатного материнства и многих других вещей. То есть она действительно по атмосфере своей и по тем киноработам, это, конечно, человек, который за семейные ценности. Вот. Поэтому мы и пригласили. У нас вообще вот с итальянцами складываются добрые отношения. Она оказалась русской. А, еще она оказалась русской, да? Здесь часть, да? Нет, бабушка и дедушка совершенно русские жили в Санкт-Петербурге. Она вам не говорила, что вроде у нее мама из Эстонии? Нет? Не рассказывала? Я не была? Нам нет. Бабушка и дедушка из Петербурга, да? Да. Она сегодня будет на церемонии? Нет, нет, нет. И все, и сразу увидела. Без конференции с ней здесь не будет. Нет, нет. Позволите, хоть Сергей Хаюмыч запретил нам, членам жюри, я хотел бы, поскольку только первый раз, буквально два слова, обращаясь к прессе и уважаемые предприятия. Только чуть громче, пожалуйста. Да, конечно. Я просто счастлив, что оказался в таком кругу. И в России, как многие знают, особенно вы, коллеги, столько фестивалей, сколько нет в общем театральном сообществе. И столько разных тем. Но такого фестиваля, поверьте мне, нет. И вам удалось создать такой круг, самый главный, который надежнее всех кругов национальной обороны ракеток. Круг семьи – это главный оберег, который охранял, надеюсь, еще чуть-чуть охраняет и должен охранять нас и Россию. Поэтому это невероятно. Это великолепно, чудесно. Идея, надеюсь, она реализована. Будет в театральной части также превосходна. Мой вопрос. Конечно, вот можно перечислять еще, я только назвал Шекспира и Грибоедова, семейных великих драматических писателей, найденов, дети вонюшины, это тоже круг семьи. А уж что говорить о Викторе Сергеевиче Розове, мы отмечаем в этом году столетие со дня рождения. Это только круг семьи. Это те 60-е годы. Сейчас уже ясно, может быть, одни из самых светлых и прекрасных в советской истории. Но есть круг и есть круг. Скажем, Достоевский, братья Карамазовы. Круг семьи? Безусловно, круг. Что и как. Вот в художественном театре у нас, не знаю, будет ли это на фестивале, наш известный провокативный режиссер, молодой Богомолов Костя, поставил братья Карамазовы. Зосима в этом спектакле и Смердяков, и Смердяков Сергей Николаевич, это один актер, одно и то же лицо. Брата Алеша играет блестящая, блестящая, я отвечаю за свои слова, актриса Роза Хайрулина. Брата Алешу играет женщина. Вы за смелый эксперимент, вот могут ли быть эксперименты смелые такие в кругу семьи в Екатеринбурге. Или это традиционный классический фестиваль в кругу семьи. И нужно ли на этом фестивале детям закрывать глаза, потому что в некоторых спектаклях просто простить и уши, и глаза, хотя они и стоят там, не стоят 30+. У вас как с цензурой? Вы знаете, сейчас нетрадиционных вещей кругом и экспериментов так много, что мы за традиционные аспекты, но, знаете, мы иногда за просто новые подходы к традиционным вещам. Потому что, когда ты говоришь молодым людям, вот у нас будут традиционные ценности, они говорят, ой, мы хотим что-то новое. Поэтому часто нужно для того, чтобы на одном языке общаться с молодежью, придумывать, может быть, определенный подход к ней. Но, конечно, вот я не видел, не знаю, как вот в этом спектакле... Смотрите обязательно. Да, надо прийти, посмотрите, я не могу сейчас прокомментировать. Другие детей не берете. Потому что, конечно, с трудом представляю, как двух таких противоположных персонажей может играть один человек. Но, конечно, цензура у нас от того, что на традиционных ценностях могли бы воспитываться дети и подрастающие поколения. А если что-то попадает, скажем, когда колоссальное количество фильмов, спектаклей... Я допускаю, что какие-то могут быть, может быть, не совсем точно попадающие в определенные возрастные характеристики, тогда у нас есть члены жюри, которые нам подсказывают. И в этом есть наше соработничество. И дальше, как мы говорим, вот это сюда не подходит. Потому что дальше мы везем это в другие города, показываем в других областях. И, соответственно, тот отбор, который проходит, он очень и очень важен.